В этом самом длинном нашем видеоролике о Counter-Strike вы увидите различные подсадки на карте ДДАС-2. Первая подсадка делается на терроровском центре. Её должно сделать обязательно три человека. Подсаживается террорист на небольшое углубление в стенке, где он может спокойно проползти и посмотреть зигзаг. Вот как это он делает. Очень выгодная позиция. Следующая подсадка делается на длине. Чтобы её соорудить, опять-таки, нужны три террориста и состоит она из двух элементов. Первый – это один террорист подсаживает двух на ящик. Второй – они друг друга подсаживают на небольшое углубление в стене. Вот террорист залез на это углубление и получает некоторые преимущества в виде нестандартной позиции. Двойная подсадка на зигзаге делается преимущественно за контртеррористов. Вот вы видите, как её делать. А я пока немного о ней расскажу. Верхний контртеррорист сможет легко смотреть или зигзаг, или длину на своё осмотрение. И подобная подсадка очень часто используется на различных турнирах, в том числе и чемпионатах мира. Тройная подсадка в зигзаге делается, опять-таки, в основном за контртеррористов. Верхний контртеррорист, подкинутый в углубление в стене, сможет спокойно смотреть и зигзаг, и нижний туннель. Ещё одна тройная подсадка за контртеррористов на центре. Задача этих трёх человек – подсадить одного из них на выступ в стене, с которым он сможет иметь прекрасный обзор. Он сможет убить любого, выходящего на центр террориста, без всяких к тому помех. Смотрите сами. Последняя подсадка очень экзотическая. Она крайне редко используется на турнирах, но всё же я решил её вам показать. Один человек встаёт на углу ящика, другой с него разбегается и запрыгивает на выступ над воротами. Вот так. Отрезка. Отрезка будет показана на примере атаки на точку Б. Вот вы увидите, атака заходит через центральную щетку, продвигается в сторону Б. И один игрок остаётся на центре для того, чтобы сдержать продвигающуюся КТ. Вот мы видим, что он сидит в углу, его никто не замечает. И играет против троих, делает два минуса. И тем самым задерживает противника. И раунд достаточно просто был взят. Эта же партия, следующий раунд. Вот мы смотрим, опять же, атака идёт через центр. И опять же на точку Б. Обратите внимание, как сейчас встанет отрезающий. Вот последний игрок, это отрезающий. Смотрите, в предыдущем раунде он стоял с другой стороны. Контре это знают, проверяют в сторону. А оказывается, тут подвох. Вот таким образом два варианта отрезки было показано. Во втором варианте игрок не стал до конца сражаться и ушёл к себе на точку. Всем привет, это Гравер. В этом видеоролике вы сможете посмотреть самые прикольные прострелы на карте The Dust 2. Нередко ваш враг будет занимать позиции в туннеле, чтобы готовиться к атаке на бомблант Б. Чтобы не давать ему там расслабляться, стреляйте в эту стенку. Параллельно этой линии. Вот так вот. Вот так вот.